все вот это очень сложно выговорим имя но я нашла версию все было на английском языке то есть моего сына есть имя деда то есть прадеда только не звучит как всего вообще семена и они как-то знаете переходит переливается в разные другие имена но они во-прежнему тоже само имя так была удивлена но для моё имя виктория до при аторе оказывается торе тоже виктория тут очень много женщин которые зовут виктория но они идут на уменьшительное имя торе в россии никто не уменьшает именно торе до в паспорте написано виктория паспорте не пишут торе но и и все называют торе уменьшительным например вы все влад а уменьшительная сева там же не написано сева в паспорте да можно вик звать тоже уменьшительный вик то есть столько разных берешь одно имя и вводишь как два это имя звучит в разных странах аргентина не знаю бразилии ты увидишь там боже мой да хорошо сколько вам лет всего мне шестнадцать вы молодой очень ну я недавно сделала ролик как гремячий вы же понимаете то что я показала вот своем ролике в гремячем нет вы когда говорите русский вы наверное равняетесь на города крупные да а я не равняюсь очень далеко от москвы и довольно хороший уровень жизни но сколько населения вашего года около 700 тысяч ну так я про 700 . тысяч тоже не говорю все вот у меня ролики ну наверное половина не половина но какая-то часть моих роликов посвящена теме 6 тысяч я прям говорю я нахожусь библиотеке 6 тысяч населения в этом городе 12 тысяч 17 29 39 59 до 100 я не веду ролики про 700 тысяч населения не веду меня нет ни одного ролика про миллионик когда я показываю ролики я показываю как живут малюсенькие центры в каждом центре есть пожарная часть больница дороги везде есть школы футбольные теннисные поля баскетбольные скейтбордовские площадки понимаете я подтягиваю к вашему вниманию что ваши деревни живут недостойно 21 века ни одного ролика я не показывают с гора с города там ну в бостоне я конечно не могу же не показать бостон в бостоне 600 тысяч меньше чем у вас миллионики я не показываю я прям показывал майами там несколько моими 300 тысяч ну то есть это маленькие все города которые вы знаете они маленькие ну там население помню ты 16 у них есть говорили баскетбольная площадка там наряд ли есть ролик румы там всякие идет ну пляж более-менее нормальный там ресторанчики и так далее ну школу понятное дело и популярная часть тоже есть но просто так что ну не везде ну кстати это 8000 километров от москвы я бывает за один год за один день проезжаю несколько городишек маленьких я беру от босны отъезжая например на 40 минут или на час выезжают из города в любом направлении и начинаю показывать этот город и они все малюсенькие то есть вы мне говорите про один маленький вы же не говорите что вы проезжаете от владивостока там 40 минут и вот все вот эти маленькие населенные пункты имеют вот то что я показываю себя на ролик ну вот я я же не желаю ничего плохого россии если петр первый насильно посылал людей в европу наверное для чего-то он посылал если у вас все хорошо было тогда зачем бы было ехать и почему в девятнадцатом веке все за границу учились почему ломоносов за границу учился выйти за границу хорошие вещи чтобы те люди которые обделены этим поняли что они достойны такой же жизни но они в этой жизни эту жизнь не получат потому что у вас всегда будет путин который будет забирать у вас газ ваш газ почему-то идет в москву мне вот эта тема больше волнует чем жизнь владивостока или там какого-то маленького населенного пункта недалеко от владивостока мне нужно не нужно понять зачем вы газ свой даете если бы вам попадал 50 процентов уточня очень есть путина уберем да там кто-то я думаю я думаю не в деньгах дело денег то у вас хватит наверное всю африку накормить и три украины отстроить дело то что у вас демократического общества никогда не было меня волнует не репарации а то что вы не знаете что такое демократия не знаю честно говоря вот выбор был чем волонтером вот и идет бабушка у нее там спина уже загнута на ее с клюшечкой бедная там таком каком-то затасканном тулупе идет и смотрю там же прозрачная это урна для бюллетеней она за путина голосует она просто ну там получать тысяч сколько 19 пенсии там на лекарство половину уходит она уже идет еле ходит просто и голосует за мужчина потому что на другой жизни они знают не хочет это какое-то клонирование рабство избежать этого клона невозможно я все вот я не знаю что будет с вами через 20 лет но если вы там будете долго долго жить вы будете такой же бабушкой тоже сама будете кидать за какого-нибудь там через 90 лет путина она не родилась и нормальный она не родилась нормально но это это клонирование рабства я не знаю как это клонирую в детском садике или в школе или вас бьют дубинками я не знаю что происходит но вся россия стоит на коленях вся даже москва даже москва боится даже москва боится путина даже москва москве люди никуда не выходят у нас же там садиков все это начинается воспитание то есть там садиков а почему вас так сильно болван волнует будущее россии но не будет будущего но и будет вы же не привязаны колодками у вас слава богу есть здоровье хотите уехать вы езжайте почему вас волнует будущее вы реально это пока вы живете по вы еще несовершеннолетний но как только у вас руках появится паспорт и господи люди уезжает не потому что не бросает родину не могут поехать приучиться в токио ну в университет а ты можешь учиться а потом вернуться как петр говорил поезжайте возвращайтесь он возвращал своих умельцев они учились у голландцев там как строить корабли они возвращались вы тоже не может поехать и вернуться просто немножко расширки расширить свои горизонты я в своими роликами не убирая из вас родину я просто пытаюсь показать что родину надо менять к лучшему больница до меня к лучшему отношение к человеку я ничего не говорю про отношение к молодежи к детям у вас нет такого знаете уважительного отношения к детям нет на детей тыкают детям детям что туда может встань посел я постоянно помню что постоянно говорят что what to do за границей так детям не относятся дети вообще как бы хозяева ну не знаю хозяева жизни это потрясающее иметь такое отношение к себе подошли не взрослым спрашиваешь что ты хочешь не хочешь обуться не обувайся тут же дети дети же дети же растут заочно как рабы ну и в итоге они вырастают до 18 лет и дальше становится рабами армии или там дальше системы у вас нет зате есть хотел рассказать трудовик такой толстенький ходит время военной форме вот и он нам что-то рассказывает то что вот вы должны там вырасти из голову за россию сложить у него сын подавдеевка умер я знаю в общем то это что от полного сердца просто по приколу как-то сказал что там снова украине услышал и такую начался вообще он там его взорвало он там начал чисто ой там орает там вообще метать но думаю вот у него умер сын да подавдеевкой а за что он умер то есть на чужой земле за что там там никто не нападал это не угрожал теракты не устраивал и непонятно вообще а все доскрыть а вот как только появляется свежие головы как вы если ну не дай бог вы пойдете в политику и вот вы станете известным человеком там как анна политковская да что с такими людьми происходит в россии и оплакивает ли вас народ после смерти этот же народ потом и будет пищевать которому-то добро делаешь у нас же утря там суд востоком хабаровский край а это вот был сергей фургал фургал вот где он сейчас он жив он жив он сезон сидит в румане доставите достаньте его вы же сильные у вас много вы можете пойти на устроить там бунты устройте там крокус сити вот и все убейте всех кто хабаров за него выходил человек сидит за вас ему больно у него в жопе что-нибудь там вы постоянно воткнута бутылка или что-то больше шум же лень туда пойти с вашей массой миллионы сидят и вы